Приветствую, Александр! Слышал такую теорию, что якобы пока у тебя болят мышцы с прошлой тренировки, то лучше не тренироваться. То есть боль в мышцах сигнализирует тебе о том, что мышцы еще не восстановились и все полезные вещества, выделяемые потребляемой пищей в эти дни, идут на восстановление. А если в этот период боли тренировать другие группы мышц, то полезных веществ из пищи просто не хватит. Ну, я думаю, суть все уловили. 43 лайка за полдня достаточно выходит популярный вопрос, вот и кратенько на него отвечу. В общем, можно ли тренировать мышцы, другие мышцы, если первые еще болят с предыдущей тренировкой? Что я могу сказать в теории и на практике? Ну, во-первых, боль в мышцах сигнализирует тебе о том, что мышцы еще не восстановились. Боль в мышцах больше сигнализирует о том, что у вас в мышцах происходит воспалительный процесс, вызванный механическими повреждениями. Я уже много роликов об этом снимал, можете на моем канале поискать ролик «Боль в мышцах после тренировки». Там я более подробно описал механизмы, по которым возникает мышечная боль. И совершенно очевидно, что она является показателем воспалительного процесса. То есть, вызванного, конечно, механическими повреждениями. Тренировкой. Что по факту? То есть, по факту, да, как это работает? По поводу всех полезных веществ, которые вы потребляете с пищей, не хватит на одни и на другие мышцы. Есть в этом, скажем так, зерно логики. Да, ну смотрите, вот у вас есть клетка мышечная. Вы потренировались, у нее проник стероидный гормон, стимулировал создание ИРНК информационно. И все, она начала облепляться аминокислотами и создавать, условно говоря, новую мышечную клетку. А вот этот процесс, сам по себе процесс, он не вызывает каких-то сверхпотреблений энергии и ресурсов. Если вы белка достаточно потребляете, то проблем нет. Картинка такая, достаточно условная, чтобы так разненько было понятно. Поэтому, если потребляете достаточное количество белка, то все у вас там прекрасно будет восстанавливаться, если процесс мышечного роста запущен. Второй момент, да, у нас клетка еще может увеличиваться, как я часто говорю, за счет саркоплазмы, там, у других питательных веществ. Вот у нас есть клетка, мы ее потренировали, какую-то часть гликогена из нее потратили, да, теперь нам этот гликоген и креатинфосфат нужно восстановить. Вот если мы качественно отдыхаем, да, то все ресурсы, вот из съеденной пищи, то, о чем вы говорили, вот и съели там белки, жиры, углеводы, в основном из углеводов начинает происходит синтез гликогена, да, и этот гликоген наполняет вот эту клетку. Чем больше этого гликогена, тем клетка в объеме увеличивается сильнее, да, происходит так называемая суперкомпенсация, то есть гликогена в ней становится больше. Вот если вы часто тренируетесь и тратите вот эти вот углеводы на энергообеспечение других тренировок, знаете, сумасшедшие парни, которые там по 8 раз в неделю тренируются до отказа, вот, у них эти углеводы, да, это энергия, условно говоря, и все ресурсы гормональные уходят на обеспечение вот этой вот тренировки их, да, а клетки недополучают, условно говоря, этот ресурс для суперкомпенсации. Поэтому почему вот есть там система менсора, да, и система там тяжелых легких тренировок, которые достаточно короткий срок могут дать прирост большой мышечной массы, да, и силовых показателей. Вот вы, предположим, там вот у вас там 7 дней в неделю, да, вот у вас понедельник, да, здесь воскресенье, вот вы здесь в понедельник потренировались, да, и пошли там отдыхать там на много дней. Вы другие мышечные группы не тренируете, у вас все ресурсы вот эти вот углеводные уходят на суперкомпенсацию, да, и потом к пятнице вы выполняете какую-то другую тренировку на другие мышечные группы, да, здесь у нас там, допустим, пятница, и чувствуете, что у вас сил, блин, больше. Вы можете больше сделать. Это говорит о том, что все ваши клетки на максимум запаслись гликогеном. Действительно, да, вот я думаю, что та теория, о которой вы говорите, у нее ноги отсюда растут. Вот, и вот такие вот тренировки зачастую, да, особенно для тех, у кого проблемы есть с набором мышечной массы, там все пишется, да, у кого проблемы есть какие-то с набором мышечной массы, да, кто там по природе эктоморф иногда, ну, хотя тут с эктоморфом вопрос немножко в другом. Иногда, да, вот такие вот тренировки, они дают хороший результат, более редкий, но именно вот за счет суперкомпенсации, да. Если мы говорим о сухом мышечном волокне, которое в долгосрочной перспективе, то есть вот это вот все больше дает прирост в краткосрочной перспективе. Но чтобы нам развиваться в долгосрочной перспективе, нам нужно сделать так, чтобы вот эти клетки, они по умолчанию могли вмещать в себе больше гликогена, креатина, там жира, других энергетических структур. И для того, чтобы они в будущем смогли вмещать в себе больше вот этого энергоматериала, нам нужно заставить их гипертрофировать, да, чтобы эти клетки стали больше. Вот, то есть тренируясь чаще, да, там в понедельник потренировались, да, у нас там ноги еще болят, а мы в среду грудные тренируем. Вот, мы не даем клеткам так сильно наполняться гликогеном, как это могло бы произойти при более длительном отдыхе, но мы в единицу, в одну единицу времени, давайте еще раз шкалу нарисуем. Мы в одну единицу времени заставляем, совершаем вот этот процесс, заставляем появляться новые мышечные клетки у гораздо большего количества клеток, простите за тавтологию. Вот это при более частом тренинге, ну, умеренно, умеренно частом, без перетренированности, ну, предположим, там три раза в неделю, когда еще одни мышцы какие-то болят, а вторые там не восстановились. А вот это вот, да, при более редком тренинге, то есть здесь суперкомпенсация гликогена будет проходить, давайте так букву Г поставим, будет проходить лучше, да, и ваши рабочие веса в краткосрочной перспективе вырастут больше. А здесь такой суперкомпенсации дикой не будет, да, но количество сухой мышечной массы, допустим, вот здесь вот на финише, через год, здесь у вас, допустим, прибавится там один килограмм, а здесь два килограмма. И по умолчанию вот эти вот мышечные клетки, да, вот давайте здесь в итоге мышечная клетка и здесь в итоге мышечная клетка. И по умолчанию вот ваши мышечные клетки, они вот при вот таком типе тренинга, они смогут включать в себя уже больше гликогена по умолчанию, потому что они гипертрофировали, они стали сильнее, у них там больше сократительных структур появилось, больше может быть метахондрий, да. Если вы еще там элементы какого-то функционального тренинга, да, или тренинга там на выносливость используете. Вот, поэтому в теории, в теории, да, как бы прикольно, пока мышцы одни болят, полностью восстановиться, да, и прийти там на тренировку через несколько дней и потренироваться. Но на практике нифига оно так не работает. Я и мои ученики, мы совершенно разные схемы пробовали, вот, и во всем этом экспериментировали. И на практике, я почему, да, вот говорил, зачастую люди, которые выдают какую-то информацию, они к практике никакого отношения не имеют, а та теория, которую они выдают, она яйца выеденного не стоит, да, потому что они не понимают, о чем они говорят, они просто читают. На практике я вам скажу, что нужно тренироваться, когда у вас еще одни мышцы болят. Здесь очень важно не нарушать процессы восстановления в тех мышечных клетках, которые еще не восстановились, да, вот у них идет восстановление, если у вас ноги еще болят, да, там в понедельник, в пятницу у вас новая тренировка ног, то ее новую тренировку ног проводить не нужно. То есть нарушать процессы восстановления вот этих вот мышечных клеток. Но опять же, у вас, допустим, тренировка ног может быть очень легкой, тонизирующей, да, что в принципе допускается. Речь, конечно, о каких-то тяжелых тренировках, да, которые могут нарушить эти вот процессы восстановления. И, естественно, следить за тем, чтобы вы не были в состоянии перетренированности. Есть определенная временная шкала, вот здесь вот есть ваше общее энергетическое состояние, здесь работа, там дом, да, ваш возраст с генетикой, да, там, условно там отобразим, который, ну, складывается там в определенный икс энергетических, там, анагармональных затрат, да, в соответствии с тем, сколько у вас гормонов вырабатывается и насколько вы энергичны, да, там, от природы, условно говоря. Вот, если у вас там молодой возраст, вы сможете чаще тренироваться, да, не достигая чувства перетренированности. Если вы там постарше, вам, возможно, нужны какие-то более редкие тренировки. Если вы себя перед, между тренировками хорошо чувствуете, и у вас нет, там, проблем с каких-то со сном, да, которые возникают зачастую при перетренированности, там, с аппетитом, да, либо с чем-то еще, то значит все нормально, опять же, нужно смотреть на прогресс. И если тренировки, при которых вы тренируете вторую мышечную группу, когда первая мышечная группа, она еще болит, предыдущая, при этом вы не в перетренированности, то это совершенно нормально. Таким образом, вы быстрее достигаете увеличения сухой мышечной массы, да, увеличения своих клеток, которые потом могут запасать в себя большее количество, там, питательных веществ, в которых появляется больше сократительных структур, да, и ваш целом мышечный объем увеличивается. Поэтому тренировка мышечной группы, когда с предыдущей тренировки болят другие мышцы, да, это совершенно нормальная ситуация, и такое в большинстве случаев, конечно же, практикуется. Поэтому, ну, вот, как-то так. Все, ребят, если есть вопросы, можете задавать их в комментариях. Все, всем спасибо.